Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows Полезные Советы. Рад всех приветствовать и новых подписчиков, и наших постоянных зрителей. И сегодня я вам расскажу про две очень важные настройки. Первое – это мы поговорим с вами о сертификатах, которые нужно отключить, так как у нас на телефоне есть, можно сказать, бесполезные сертификаты. Они работают, потребляют ресурсы смартфона, плюс дополнительно являются лазейкой для различной рекламы, плюс для, так сказать, злоумышленников. И второе – это мы с вами правильно настроим уведомления, потому что уведомления тоже могут, так сказать, воровать ваши личные данные, в том числе даже, можно сказать, конфиденциальную переписку. Итак, ребят, обо всем по порядку. Поехали! Начнем мы с вами с уведомлений. Итак, для того, чтобы нам их с вами настроить, нужно зайти в настройки нашего смартфона. Я не буду показывать, где конкретно этот пункт находится, потому что у всех разные смартфоны. Я предлагаю сделать проще. В поиске вот здесь вот забить слово «Спец» и, как вы видите, вылетели названия. Нам нужен специальный доступ. Переходим в этот специальный доступ. И здесь куча различных настройщик, но сегодня мы с вами поговорим про адаптивные уведомления. И смотрите, у вас по умолчанию будет стоять уведомление. У некоторых, возможно, может стоять адаптивное уведомление для Android. Я не буду рассказывать, что это такое, зачем они нужны. Вы спокойно можете это почитать в Google. Но я вам покажу другое. Смотрите, если мы, например, нажимаем в адаптивное уведомление, то что нам вылазит за предупреждение? Веселое такое приложение адаптивное уведомление сможет читать все уведомления, в том числе содержащие личную информацию. Такую, как имена контактов и сообщения. Ребят, другими словами, чтобы вы понимали, то есть адаптивное уведомление. И вот если уведомление нажать, то же самое. Они полностью читают все, что вам приходит. То есть все, что вот здесь вот вам приходит. Например, там какие-то личные переписки в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме, смс-ка какая-то личного характера. Да, в общем, все. Все это читается этими уведомлениями, анализируется системой. И, соответственно, я думаю, что отправляется куда надо. Ну, в плане того, что компании, в том числе тот же Android или Xiaomi, у меня смартфон Xiaomi, просто они вычисляют, что вам интересно, чтобы знать, как на вас заработать, что мы там любим, не любим, то есть, ну, как развивать свои продукты и так далее. В общем, смысл в чем? Плюс, дополнительно, мы все прекрасно знаем, что бывают частенько различные утечки, и ваши данные могут быть потеряны. Представьте, как будет неприятно, когда кто-то прочитает вашу личную переписку. Очень даже неприятно. Поэтому я вам советую поставить нет. Нажимаем «Нет» адаптивного уведомления и просто выходим. Кстати, многие говорили, что они слетают после перезагрузки. Нет, я пробовал, заходил, все так же, галочка «Нет» и остается. Вот, это первое, ребята, что я советую вам сделать, чтобы, так сказать, обезопасить себя. И уведомления у вас работали нормально. Кстати, да, сразу скажу, что это никак не повлияет на уведомления. Они все так же будут приходить вот здесь вот, от всех приложений. И как работали нормально, так работать нормально и будут. Не переживайте, уведомления от этого не пропадут. Итак, ребят, следующая настройка – это сертификаты, которые, ну, в первую очередь, нужно отключить на нашем смартфоне, потому что мы ими не пользуемся. Ну, конечно, не все определенные. Сейчас покажу, расскажу, о чем я говорю. Смотрите, заходим в «Настройки системы». Далее спускаемся в пункт «Пароль и безопасность». Здесь нажимаем «Конфиденциальность». Немножечко ниже «Шифрование и учетные данные». И вот здесь вот «Надежные сертификаты». Смотрите, есть системные, есть пользовательские. Ну, пользовательских, скорее всего, ни у кого не будет, потому что, чтобы поставить пользовательский сертификат, надо быть довольно-таки продвинутым пользователем. Вот. Значит, сразу вам говорю, просто так, вот от того, что вам захотелось или показалось что-то подозрительным, отключать здесь сертификаты просто так любые не надо. Это то же самое, как и в меню для разработчика. Это все очень важно, они здесь не просто так находятся. И если вы здесь что-то отключите, конечно, да, ваш смартфон в кирпич не превратится, но какие-то приложения или мобильная связь, интернет, в общем, что-то на вашем смартфоне может начать работать некорректно. Поэтому отключайте только то, что я показываю, потому что перед тем, как это показать, я все это дело изучил, и, соответственно, это все безопасно. И отключать мы с вами будем сертификаты под названием Amazon. Раз, два, три, четыре. Ребят, в кратко, так сказать, обычными словами, что это такое? Эти сертификаты. То есть, если у вас есть сертификат от Amazon, скажем, на смартфоне, то это означает, что смартфон полностью доверяет сервисам Amazon, когда они присылают вам рекламу, какие-либо рассылки, либо вы какие-то покупки через них делаете, оплачиваете карты, покупки и так далее. Но мы же с вами в СНГ не пользуемся Amazon, да? Но если кто-то пользуется, ну, таких людей единицы. А эти сертификаты присутствуют. Первое. Сервисы Amazon через них работают. Соответственно, на нашем смартфоне потребляют ресурсы телефона. Плюс, как я уже сказал там в начале видео, это является определенной лазейкой, потому что, ну, как бы, если, не дай бог, там что-то произойдет на стороне компании, то к вам в смартфон смогут там через них попасть и так далее. Ну, в общем, первое. Отключая их, вы экономите ресурсы смартфона. Второе. Делайте его более безопасным. И третье. Они просто нам не нужны. Почему они здесь стоят? Все очень просто. Потому что версия глобальная. Ну, смартфоны выпускаются, да, для Европы. И в Европе, опять же таки, многие, да, пользуются тем же Амазоном. Ну, я думаю, там, не знаю, в каких-то странах им пользуются очень сильно. Ну, там, даже Америка, там, я не знаю, может, Германия, еще что-то, Турция, может, даже, может, там, вот он популярен. Поэтому эти сертификаты все есть. Но они абсолютно бесполезны, и их желательно отключить. В целом, я бы даже сказал, нужно их отключить для улучшения работы вашей системы. Плюс, как большой плюс, чем меньше сертификатов, тем, соответственно, меньше нагрузка на вашу систему, и ваш смартфон будет меньше тормозить. Вот. Вот такие вот настроечки вам обязательно нужно произвести в своем смартфоне. Если у вас остались какие-либо вопросы, или вы что-то не поняли, пишите нам в комментарии, мы вам обязательно подскажем и расскажем. Также внизу находится ссылка на наш сайт. Заходите, смотрите, читайте полезную информацию. Ну, а мы, ребят, с вами будем прощаться и увидим с вами в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok